История убийства жителя села Евдоколье Пагарского района тянется с 2001 года. Мужчину нашли застреленным из ружья во дворе дома. Однако на тот момент для обвинения по 105-й статье следователям не хватило доказательств. Уголовное производство было приостановлено. На данный момент времени была получена необходимая информация по этому уголовному делу, в связи с чем производство было возобновлено, был спланирован ряд следственных действий, после чего были допрошены и выявлены свидетели и очевидцы убийства. Единственным свидетелем совершенного преступления оказалась 7-летняя соседская девочка. Спустя 10 лет она рассказала следователям об увиденном злодеянии. Свидетельница подробно описывала место действия и все детали случившегося. Я приехала за своим мужем и начала ему угрожать, что убьет и Ларису, и его, если он не уедет с ней. Он вышел, начал ее выталкивать, сказал, что я домой приеду за тобой. И он двигался на нее, а она от него отходила назад. И в это время прозвучал выстрел. А выстрел прозвучал из чего? Из ружья. Из ружья кто произвел выстрел? Кудинова. Показания девушки подтвердили давнюю версию следователей. Преступление совершила бывшая жена убитого. В ходе расследования данного уголовного дела действительно было назначено и проведено ряд судебных экспертиз. Одни из них – баллистическая экспертиза. На вопросы были поставлены пригодны для стрельбы данное ружье, с которого производился выстрел. И возможно ли самопроизвольно выстрел с данного ружья без нажатия на курок. Было также установлено, что подозреваемая жительница поселка Белая Березка Трубчевского района – вменяемая. Спустя 10 лет после совершения тяжкого преступления на почве ревности она признала свою вину. Сейчас женщина заключена под стражу. За совершенное злодеяние предусмотрено наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. Александр Новиков, Александр Симонков, Андрей Гапонов. События Трубчевский и Погарский районы.